Микс Ньюс Уважаемый Улдис Мархелевич Здравствуйте, уважаемый Эдмонд Ну, то, что Улдис является популярным, известным в нашей стране композитором, я думаю, ни для кого не секрет Но вот для меня, например, было открытие то, что этот человек еще и очень скромный По моду, если он таким скромным не был, а вот сейчас, когда за кадром мы сидели здесь и общались То Улдис так очень спокойно, скромно, о своей творческой карьере пытался как бы это все стушевать и так спустить мои эмоции по тормозам Не позволю, потому что у человека столько хитов, столько песен, которые поет практически весь народ Что даже, я думаю, там один другой товарищ и позавидовал бы Но! Я начну с года 1988-го, когда я увидел, и у меня полезли, что называется, шары на лоб Такое явление, что твою песню «Ты кунта» «Ты кайта» «Ты кайта», да, «Ты кайта» на большой сцене с большим хором за фортепиано был не ты, а маэстро Раймонд Пауз Такое нечасто увидишь, чтобы Пауз играл чужие песни Ну, была такая ситуация, еще раз добрый день Вечер, утро Вечер, утро Бывают такие ситуации, когда ты кого-то заставляешь Но Раймонд трудно заставить Его трудно заставить что-то сделать Но мы все-таки друзья уже с времен консерватории, где он был мой преподаватель У нас так сразу как-то появилась такая душевная, ну, такая музыкальная дружба, да Ты же знаешь, как собаки друг друга чуют Музыканты тоже, если есть что-то общее такое сразу И весь этот его характер, может, он почувствовал что-то такое тоже близкое И мы подружились по истине Ну, я еще раз хочу сказать, что это фактически Это фактически Да, микрофон поправить надо Это фактически такое событие, которое, ну, неординарное Расскажи мне байку о любимых учениках Паулса Был ты, был Харри Баш Да Такой Юрий Скулаков Скулаков, малоизвестный тоже латышский композитор И? Ну, вообще У вас было четверо, да, по-моему? Или трое вы любимчики? Нет, вот это тройка такая Это тройка такая была, да? Ну, там еще студенты, да Но я вот с пианистов эти были так Да Да, да Разная компания Ну, что там много о прошлом Но это был такой период, что я первый раз в жизни Пришел после армии, да И я все-таки учился в академической школе, да В училище, там все Бах, Бетховен и так далее И тут друг на эти уроки Он приходит и Граймонд показывает Бах тоже Но он играл абсолютно по-другому Почему я говорю именно Бах? Потому что этот композитор был тот, который никогда Его нельзя было по-другому играть Ну, именно потому что это все-таки клавесинная музыка такая Механическая И ты не мог отходить ни от ритма И какие-то цезуры, там вздохи какие-то Медленно, ретануто Надо было играть всегда Чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики все время И тут? И тут сам такой песен, акцент по-другому И такие какие-то цезуры, такие Чик, как-то так И я так, о, так тоже можно Но все-таки это была кафедра джаза, да И не только это, много В то время уже была кафедра джаза? Ну, это был первый год Мы были, как говорится, колумбы Пионеры были, да? И вот все это было так интересно Это был совсем другой взгляд на музыку Эти уроки были такие, что мы Он очень много рассказывал И было очень интересно узнавать Какие-то там нюансы про Питерсона Про того, про того Не только просто там, знаешь, механически играть Так или... Но еще весь бэкграунд Бэкграунд, да, очень интересно Ну, вот и так мы там Ну, все это иногда заканчивалось тем Что он приходил и ждал час И никто не был И я сейчас иногда об этом задумываюсь Вы прогуливали? Преподаватель Но уроки были понедельник Где-то 4 часа после обеда, да? 16.00 А вы в воскресенье на халтурах где-то играли? Да какие там халтуры? Просто Шнаптринкинг, онзингинг, Волга-Волга Да, ну это было такое время И я абсолютно, в принципе, сейчас счастливый Потому что я прожил этот период Ну вот очень так Полноценно То, что тогда интересовало То и интересовало Вот ты Ты сказал ключевое слово Что ты Услышал, упался И узнал от него Что оказывается И бахом можно играть по-другому И как-то по-своему И оригинально И я понимаю, что это вот Это все делать по-своему Оригинально И складывать это как-то по-другому Это тебя преследует всю жизнь Потому что пообщавшись с музыкантами Они говорят, что если играть Твои произведения, твою музыку Так, как я ее написал То не всякий сыграет Ее надо То есть многие ее просто упрощают Совсем другие акценты И по-другому Все из-за такта Из-за такта Это достаточно сложно Да Потому что вот Примеры есть такая Группа Аба И иногда мы тоже Что-то там старались Но эти произведения Такие у Абы Что если ты их меняешь Что-то рушится Абсолютно Вот именно эти аранжировки Все так правильно Интересно поставлено Это есть их оригинальность Но я думаю, что Это же каждого художника Обязанность Быть в творчестве Это есть Это суть вообще этого Не, но ты согласен с тем Что тебя сложно в оригинале Скажем, исполнять, нет? Играть Никогда не думал об этом Я хочу Подумай Ну ладно, подумай Ты долгое время писал Только инструментальную музыку Затем ты начал писать песни И я скажу, что Вот твоя композиция Которая называется «Лугумс» Она входит в золотую серию Латышской поп-музыки Вот ты ощущаешь эту значимость? Ну, я вообще хочу Аппонировать тебя немножко И не только тебе вообще В таком взгляду Что это все Ух, ух И все это так Это все, конечно Красиво Интересно Но суть-то такая Что это тебе дается И ты это можешь получить Где угодно Если ты открыт И чистый потес Правдивый Потому что Вот такие примеры Ты там назвал Какие-то песни Они, я даже Не знаю, как рассказать Как они рождались Это просто Собственно говоря У меня и был вопрос Как это вот Это просто так Шел по улице Сидел дома Или просто И все И родилось Мы всегда Как-то вспоминаем Эти годы Когда мы были Такие Свободны Без каких-то Без ностальгии Не надо Ну да Но видишь Тогда И ты был очень Как я говорил еще раз Правдивый И ты не думал О заказе Или сколько там Аванс будет Или за сколько Где Сколько радио Что-то будет играть Там все просто Вот сидели там В общежитии Что-то там По фармазону Ну как When do you have When do you А Шандерсон Вы правы Да Вот нормально Мой друг старый Новиков Давай подыграй Гитар Там что-то Вот и что-то Рождается Но Жить-то надо И все меняется Как-то Если ты музыкой Занимаешь Это твой Твоя работа Тебе за это платят Есть нюансы Такие Которые все-таки Не очень хорошие Ну если так Говорить Ну ты Хотя Тот же самый Бах и Моцарт Они тоже Заклачивали Там У Фирста Или там У Короля Там сидели И эти все Закрызы делали И играли таперами Да Да-да-да Таперами Так что Ну Я не композитор Что-что-что-что Мистер Кашевский Это Последние 20 Хорошо Ты сонграйзер Да Да Это совсем что-то другое Понимаешь Когда мы были в Америке Там с ремиксом Да Про ремикс отдельно Да-да Но все равно У нас всех Там Высшее образование Они так думают Вот ребята Там рок играет Потому что Рок Как таковой Вот так С гитарой Чувак сидит Там Костра Слушай Я не понимаю Почему ты говоришь Что ты не композитор Под фоно Там С аккордами С буквами Это не композиции Это только Такой Основной костяк Там Как сейчас Как сейчас Тебя ненавидят Многие Которые Именно по такой Шкале И работают Ну пусть работают Каждый Делает Своё Что там Ну Да Ну Да просто Мы делаем Своё дело Бог дал Какой-то дар И вот Главная ответственность Что ты Ты не потратил Это всё Где-то там Удость Но я не согласен Ведь Корочка И запись В дипломе Специализация Такая Или такая Она Фактически Ну она Она отдаёт Конечно Для профессиональной Лестницы Что-то Да Но это Для творчества Это неопределяющее Ну Тут мы можем Очень долго Об этом Говорить Ну Просто Если человек Там какую-то Песенку написал Сразу ему Бирку Композитор Это так Но у тебя Не одна песенка Ну ладно Ну ладно Полукомпозитор Полукомпозитор Вот новый У нас есть Полукомпозитор Это хорошо 05 Не 07 А 07 Да А вот Какая из песен Для тебя Самая такая Самая-самая Любимая Мне Больше Любимый То Что ты Напомянул Что Инструментальная Я всё-таки Пианист Да И Вся эта Основа На инструментальной Музыке И я иногда Там чувствую Какие-то Такие Эмоции Которые Ты писал музыку К мультикам И даже Ты был номинирован На Как лучший Композитор На Кристофа А Ну мультики Да Это Это клёво Извиняюсь Это просто Потому что Детство Дети Школьники Это же то Что Такие Самые Опять я говорю Правильно Правдивые Эмоции И все эти дела И мне очень легко И понятно Там Если это то Об этом Чик Сразу в музыке Мне очень нравится Кстати Иллюстративная музыка В театре Я Твой роман С кино Продолжается Нет Нет Не очень Потому что Тут опять Немножко Уже Бизнес Пошел Тут У нас Так мало Всего Нас так мало Потому что Там Кто первый Я С любовью Был Мне нравится Но мне Пошли театры В один Период Да Там Дайлы много Я там Очень хорошо Чувствовал себя Но если Коль скоро Ты уже заговорил О музыке Театральной То давай Тогда про театр И поговорим У тебя Действительно Много Было Работы С театрами Различными И Ты даже Написал Мюзикл Тобаго Тобаго Потом был Клондайка Такой По Теннис Вильям Потом еще Там Прекул Сиккарс Потом Пардот Смек Есть Такой От Рассказа Проданный Помнит Не мучаешься Вещах Ответственный Но сейчас Мюзикл Больше всего нравится Вот это Вот это у меня Получилось Остальное Ну так Ну Соу-соу Я бы еще тут Подправил Я бы тут Подшаманил Еще Или ты Как настоящий Композитор И не вздумай Меня перебивать Ты Вечно Недоволен Всем тем Что ты сделал Нет Так Нет Тот же самый Тобаго Да Этот рассказ Это все Так не случается Часто в жизни Вот такие Работы Там Другой Бэкграунд Там Какие-то Это все По-настоящему Это не Сказка Это не какой-то Роман Это все было Я даже помню Как я Шел у моря И кричал Вверх Как это было Расскажите Потому что Это Это другая Ответственность Ты не можешь Там Тем ребятам Что-то там Подставить Играть Какую-то Польку А они там Делали все По-настоящему Три Или четыре Века назад Это все Было По-настоящему Так что Я Молодец Ну что ж Прервемся Потом вернемся В студию И будем продолжать Пытать Улдиса Мархилевича Полукомпозитора Полукомпозитор Мы вернулись в студию И за кадром С 07 композитора Улдисом Мархилевичем Мы разговаривали о том Что такое Сейчас Музыкальная самодеятельность Что такое Профессиональные музыканты И С чем это вообще Едят Коль скоро Разговор Зашел в такую плоскость У нас с тобой За кадром Давай-ка мы с тобой Еще раз Чуть-чуть вернемся назад И я хочу Чтоб ты вспомнил Два проекта Самых знаковых Для тебя И в принципе Для всей нашей страны Один это Лепа Айс Браали Группа Второй это Ремикс Ремикс это вообще Была культовая группа Насчет ремикса Я могу сказать Что Ну 90-х К сожалению В 92-м году Этот проект Закончил свое существование Если меня не изменяет память Да? Где-то вот до 92-го года И потом были уже Лепа Айс Браали Но Что касательно Группы Ремикс Вот давай сейчас Свое мнение о том Что это было Как это было Как вы съездили в Америку За лучшей долей За счастьем За птицей счастья Да? И Можно ли было это вообще Сохранить И развить как-то по-другому Просто это В целом Потому что Произошло Что Менялось Многие такие Социальные моменты Да Ну Менялось Государство Строй Там Все Все менялось Да И мы как раз В этот момент Были Ну Если так можно сказать В пике В топе Да Вы были не просто в топе Вы были архипопулярен Ну ладно Все нормально Но Сейчас тоже Многие архи Популярные Но Мы попали В то время Естественно Там опять Надо маэстро Упомянуть Потому что Мы в радио Работали И все Это пошло Но это пошло Потому что Были хорошие ребята Во-первых Родриго Иго Да Со своим Фантастическим Голосом Музыканты Были хорошие И мы сделали Такое Ну Такое Какое-то Направление Конечно У них У нас были Кумиры Там Арт-рок И всякие Мировые группы Но мы Это Обменились С Раймондом Паулсом С его Песнями Некоторыми И повернули Это так И потому Это очень Пошло То есть на этом Вы поехали Да И потом Но в любом случае Мы работали хорошо Мы работали В студии И То что я говорил Мы по-серьезному Делали Друзья Если кто не помнит В ремиксе Играли такие люди Как Айварс Херман Из гитары Как Эдуард Глотов Бас-гитара Сначала Евгений Щапов Женя Потом когда Женя Уехал В Норвегию Там и остался Тогда был Глотов Потом Вилн Скремнич На барабанах И наш гость Сегодняшний На клавишах Да Ну вот и проехать Я думаю Я где-то Наверное Соберусь Какие-то мемуары Когда-то писать Потому что Все-таки Да И там ты все напишешь Ну я просто смотрю Как сейчас Вот выходят книги Там чикс Ну Я думаю Книгу можно писать Тогда Когда у тебя Вообще Как-то Жизненный опыт Не раньше Там Перед Семьдесят Да Но там Вот тогда Есть что сказать Ну Жванецкий Говорит Что писать И писать Надо только тогда Когда уже не втерпешь Ну ладно Уже не в моготу Хорошо Так что Про этот период Да Там есть Очень много Что Рассказывать Ну так что Это было Это было явление Согласен В музыке Ну Скажем Да Ну Да Так получилось Да Нафига вы поехали В Америку Это было Очень Как сказать Ну Ликом Сокре Потому что Мы были Тогда же Тоже Не машина Время А горки Парк Вот Началась Это все Френдшип Да Там Совет Там Америка Бла-бла-бла Ну Они поехали К Бон Джови Их Раскрутили Не По Малому И все Было хорошо И мы По этой струе Тоже Как-то Да Там Нас Пригласили Там Латыш Который Там Большой Компанией Но Основа Была Это Интересно Они приезжали В Ригу Слушали Группы Говорит О да Вот Эти Хорош И поехали Туда Ну Как Кто Откажется Ну Ты Что И Тут Мы Приехали Все До Находки До Владивостока До Нижний Тагил Ереван Ну Я говорю Вот Мемуары Там Интересно Закончив Эту Тему Я хочу Сказать Вот Сейчас Не хватает Вот Этих Простор Не Только Географических Но Именно Вот Встречать Людей Как Это Интересно Когда Ты Спускаешь Внизу Тагил На Самолете Да Ты Не Видишь Этого Города Потому Что Это Сплошная Металлургия Смог Стоит Оранжевый Свет И Думаешь Где Ты Приехал И После Концерта Приходят Вот Молодые Люди И Ты Говоришь И Ты Просто Такую Глубину Души Чувствуешь Да Вот И там И летают То что И говорят Там И там И там И там И когда Ты вот Это Ты собираешь В себя Это тебе Помогает Ну так А что Тебе Мешает Собрать Банду Старичков Которые Сейчас Тоже Ностальгируют Каждый По своему Один В Эстонии Играет Второй Здесь Акустические Проекты С аккураторой Поигрывает Там Кревенч Вообще В различных Четырех Пяти Проектах Участвует Что Вам мешает Объединиться И Бомбануть Еще раз Ну я Все таки Придерживаюсь И так И есть Мне кажется Что Каждый Момент В жизни Происходит То что Происходит Ничего Не надо Там Слишком Давить Вот Сейчас Сделаем Давить Не надо Идея Такая Не приходила Тогда Никто Не думал О ремиксе Просто Это Случилось И все Окей Тогда Хорошо Я посмотрел Ваш юбилейный Концерт На видео Кстати говоря Ты меня Мерзавец Не пригласил Тогда на юбилейный Концерт И Херманис Тоже Но ничего Это я тебя Потом припомню Но Я посмотрел Этот Дивиди Слушай Ну шикарный Продукт Просто Шикарный Продукт Правда У Иго Чуть-чуть Голос Уже По другому Уже Все по другому Но Тем не менее Ну это все Не на сальги Но это Пройденный Этап Ну что Надо смотреть Назад Сейчас Что-то Другое Я Очень Хорошо Чувствую Сейчас Тем Что есть То есть У тебя Нету Потребности Желания Создать Скажем Взять Бенд Свой Сделать И Поиграть Тоже Покататься Поиграть Посмотрим Сейчас я делаю То что я делаю Сейчас Ага Я очень Рад Что вот Ну Я еще раз говорю То что я делаю Сейчас Я не знал Что я Год назад Это буду делать Это насчет Вот такого Нового Спектакля Тогда кроме Тогда кроме Лепа избрали Мы это уже Так-то Проскочим Сейчас так мимо Ну это шутка Да И начнем Начнем сейчас Говорить о том Чем сейчас Занимается Удус Мархилевич Что он делает Ну что я там Пишу тоже музыку Да Как полукомпозитор 07 Мне нравится там Вот Я за помедой Детский Не детский Занку Ну Хор мальчиков Всегда Когда хор мальчиков Это знаешь Не только из церкви Это Ну это интересно звучит Мы сейчас Только что Вот записали Цикл такой С Гунтера Радча Текстом Да И вот буквально В конце апреля Выпустим Диск Да Такая Принштей Сотых Что называется Колоссальная встреча Да Называется Будут концерты тоже Мы у нас уже в декабре Были где-то 15 концертов Но Ну это так Да Потом Естественно Другую большую работу Надо писать На ноябрь Ну Мой старый Такой Онкл Дядя Дядя Когда еще маленький Был там В четвертом классе Он жил Там Подлепа И у него была Сабля Я сейчас только Вот Жалко Что я Тогда маленький был Он же Ленина там Охранял Все эти истории И это Большая работа Будет Про наших парней Которые Вот сражались За Латвию Ну Типа стрелки Такие молодые Которые просто Брали И Не важно Там Тот Или тот Они шли за идею Тогда Конечно Да Причем За большую Красивую Хорошую идею Ну ладно Не будем об этом Что из этого вышло Ну Да Значит Ты Ты сейчас проговорился Ты Ты У тебя Сидит В плане Большая Большая работа Как раз таки Вот на эту тему Да Собираешься Да Это что Это будет мюзикл Это что будет Нет Это одна Одноактная Часная Да Такое Там Оркестр Потом Зигфрид Мот Ланц Крауз Зая Андреева Иво Иво Брат И вот Ну такой Музыкальный Музыкальный Историй Об этом Временем Но я хочу Сделать его Просто Ну как-то Чтоб не было Слишком Ну посмотрим Там Главное Опять То что я Говорил Рассказ Как Гунтер Напишет Этот Рассказ Гунтер Да Ну я думаю Он уже Сейчас Пятьдесятник У него У него Есть Все Он Уже Ведакс Кая По-русски Ведакс Когда ты Жизнь Уже Накопил Матерый Уже Заматерил Он уже Может Опыт Да 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 Потому что Да Есть какие-то Вещи В жизни Что Тебе требуется Все-таки Этот опыт Что-то Восемнадцать Не можешь Понять Не Абсолютно Ну Учитывая Что нам Далеко Уже не Восемнадцать И тебе И мне Я думаю Что вам Есть Что сказать Ну ладно Я хочу Тебя Попытать Еще Об одном Твоем Проекте В котором Мне Посчастливилось Тебя Увидеть Это Как раз Таки Постановка В театре Русской Драмы Вот Друг Сердечный Давай Сейчас Без ложной Скромности Расскажи Об этой Работе Ох Как ты Серьезно Да Как это Потому что Потому что Я вот честно Об этом Говорю У меня Мурашки Идут Друзья Если вы Еще не Видели Название Такое Достаточно Сложное История Легенда О пианисте 1900 Да 1900 Легенда О пианисте 1900 Если вы Случайно Так получилось Что вы Еще Это Не Видели Я вам Просто Такой Дружеский Совет Идите И смотрите Ближайшая Постановка Так Понимаю 24 Или 22 Апреля 23 24 Апреля В русской Драме Если нет Билетов Перекупайте У спекулянтов Потому что Это точно Стоит Я это Видел Отвечаю Если что Придете ко мне Я вам деньги отдам Ну Это слишком Да Но вот Расскажи об этом Проекте Как тебя туда Занесло Ну То что Я До этого Говорил Жизнь Преподносит Иногда Вот такие Красивые Подарки Я Там Жил рядом Вообще Жите Концерторий Но никогда Не думал Что я там Зайду С театра С другого Со служебного Ухода Да Там же Раймонд сидит Все время Там Столько у него Всяких Интересных Вещей Интересный проект И как-то Вот все Повернулось Но там Идея шла От Бывшего Долголетнего Директора Директора Эдуарда Цеховала Да И главное Вот как он Интересно Нашел Эту идею И С Величайшим Режиссером Это я точно Могу сказать Сергеем Голомазовым Он естественно Едет уже В Ригу С 93-го года Оказывается Делает Но на Малой Бронной Он Работает В Москве И в целом Я могу сказать Так Получилось Что Колоссальный Режиссер Колоссальный Роман Интересный Этот роман Кстати Есть и в кино Очень знаменитый Там Фильм Америки Морикона Мне кажется Музыку писал И Тим Рот Играет Роль И вот Весь этот процесс Когда они Меня пригласили Я сначала Так очень Осторожно Ну что там Какой-то Такой Двоем Играть Театр Актер И я И помаленьку Помаленьку Это все Так Пошло Что Я Очень Счастливый Насчет этого Потому что Я там Играю Рояль То что я Люблю Сама история Интересная Актер Молодой Колоссальный Максим Буссел И То что я Научился Опять В свои Шестьдесят За Режиссер Он делает Вот если есть Режиссер С буквой Большой Он ничего не делает Просто так Ну то есть Я захотел Скажем Вот все Это есть С основой С каким-то Весом Я каждой Репетиции Этому опять Так не научился Но вот просто Если можно Говорить Кайфовал Если он мне говорит Улда Здесь Все-таки Не надо Я так Сначала Как не надо Я же музыку Чувствую Через пять минут Я понимаю Да Правильно Это есть Ну вот этот Большой Такой Не взгляд А со стороны Весь этот продукт Да То что в музыке Искусство режиссера Продюсеры В музыке Это делает Продюсер Это абсолютно Может быть Сбоку Смотреть Слушать И он скажет Не Вот Фил Коллинз Эрику Клаптона Был продюсер Вот колоссально Что Эрик Что-то не умеет делать Не все-таки Фил Да Все-таки Постановки Легенда О пианисте Максим Держит Зрителей Скажем Текстом И Развивает Конву Сюжета И Улда Сидит За флигелем За Роялем И Периодически Играет Иллюстрирует То или иное настроение То или иную Линию сюжета Я тебе скажу Что меня поразило Ну Это была кульминация В моем понимании Когда Когда ты там Ну Чуть этот рояль Там Не разнес Как по легенде Что от него Можно было прикуривать Ты играл так И причем Ни одной ноты Не сложал Виртуозно просто И Подойдя После спектакля Я у тебя еще спросил Улда Как Так Можно играть Ну Вот как так Можно играть Я же шел В понедельниках К Раймунду До уроки Эдди Сколько 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 Часов Ты проводишь В день У инструмента Заканчивая Этот потус Который Не без потуса Мне интересно Сколько Сколько часов В день Надо сидеть У Рояля Чтобы так играть Нет Это профессиональные Секреты Это нельзя сказать Это ты Надо играть Естественно А за чашечку кофе Не скажешь Да Но то что ты Сказал Вот Иллюстрирую В начале Была очень Конкретная Там Конкретная Задача Среди шора Это происходит Там 30 Какие-то Года Там Вот там Джаз Там То-то И я Я Я Как-то Сразу Сергею Сказал А можно Что я Все-таки Что-то Свое Мне так Неинтересно Что я Буду играть То или То Или Какие-то Такие вещи И он И он Сразу Так Да И конечно Это даже Лучше То есть Весь этот Процесс Первый раз В жизни У меня Было так Что Как Джим Сейшин Мы сидели Текст читали Искали И я Я говорил Я чувствую Здесь Вот я Потому что По либретту По роману Там конкретно Текст Вот здесь Такая музыка Потом Мы Долго шли Вот это Месте Рождалось Вот это Самое Сколько вы По времени Делали Эту постановку Ну Не знаю Там где-то Ну Я Я подключился Только где-то В августе Потому что Текст же Большой Для Максима Да Кстати Для него Это роль Я не знаю Как его Сложиться Вообще Жизнь Дальнейшая Но это Очень большая Роль В его Годах Ну Еще раз Говорю Уважаемые Наши Слушатели Если Если вы Еще этого Не видели Это надо Сходить Это надо Обязательно Посмотреть Потому что Такое Пропустить Было бы Преступной Халатностью На мой взгляд Ну ладно Хватит Да Хватит Действительно Че Те Расхваливают По поводу Будущего Я у тебя Уже спросил У тебя Есть план Тебе Надо будет Писать о стрелках Это понятно А А вот Как ты Отдыхаешь Как ты Расслабляешься Как ты Релаксируешься Ты едешь К себе В Павелос Ты гуляешь По морю Просто И Расслабляешься Или как Вот как ты Эту музыку Заманиваешь Потому что Так просто Играть На пустом месте И так просто Участвовать В таких проектах Это невозможно Он никогда Так Специально Не думал Есть одно Дело Что Какая-то Рутина Старости Подкрадывается Но С этим Тоже Надо бороться Не только Я думаю Музыканту Любому Человеку Ну Есть такой Момент Иногда Что кажется Ой Все было Че было Ничего не было Надо Жить этим Днем А насчет Релакс Да Конечно Я Иногда Слишком много Гуляю Из Риги Еду Я Природу Очень люблю У меня есть Павел Оста Там у моря Такое место Все эти дела И я Даже Вот Хочу Побольше Пойти на концерты Потому что Конечно Если ты сам Это делаешь Иногда Вот Ну че Еще Это Да Вот Сейчас Купил билеты На Гутина И так далее Пойду Пойду Посмотрю Как коллеги По цеху Работают Большие цехи Эти А не тянет Самому В трассу Опять Нет Не могу сказать Не могу сказать Эдмон Это Что значит В трассу Сейчас Такие времена Как ты будешь Сколько ты энергичный Столько и будет Вот Это есть Это большая проблема Потому что Вот люди Если они идут на работу Как Хоть в радио А столько Должны быть И должны работать У музыкантов Вот Это большая проблема Я в принципе Могу Ничего не делать Никто Меня не будет Там Звонить Да Ну вот И здесь Этот момент Конечно У нас есть Естественно Пример Ну че там Скрывать Раймонд Да Но у меня Хочется еще Там И там В баскетбол Поиграть И в футбол Посмотреть Сегодня кстати Два нормальные матча Ух Ну что ж Дорогой мой Композитор 07 Улдис Мархилевич Не буду тебя задерживать Пойдем смотреть матчи И спасибо тебе за беседу Хороших тебе творческих Вдохновить Моментов таких Вдохновения Ну и Друзья Сходите на постановку Не пожалеете До следующих встреч Спасибо